Дуротар 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 Рексар сохранил за собой все регалии и даже звание вождя каменного молота, однако предпочел сохранить прежние традиции, вновь став скитающимся одиночкой. Что же касается его клана, то их деревня находится в Фероласе и правит кланом воительница по имени Орхан. И, кстати, это единственная женщина-огр в игре, хотя имеет модель обычной арчихи с темной кожей. Огры Каменного Молота поселились здесь с важной миссией – уничтожить клан Гордуни, что стали послушниками Чогала. Самое примечательное то, что Огры Рексара официально находятся в Орде, и об этом говорит сама Орхан. Даже на входе в их поселение висят знамена фракции. Но как игровую расу мы их так никогда и не видели. Эти события происходят в катаклизме и касаются его клана. Но что же до самого Рексара? В Овклассик мы могли и можем встретить его на тропе Пустошей, где он вместе с Мишей слоняется по этим землям, давая два задания для высокоуровневых игроков. Он даже не имел уникальной модельки, напоминая обычного непораженного скверной орка. И это все. Рексар стал просто этакой пасхалкой на компанию в стратегии, хотя некогда был ее главным героем. Но более значимую роль он получил в Burning Crusade, когда отправился в свой родной мир, пытаясь отыскать выживших из своего народа Мокнатал. Пройдя через темный портал, Рексар добрался до поселения громоборцев, последних потомков некогда великого клана. Не было никаких вестей о его близких, но полукровка не терял надежды. Вместо того, чтобы бесцельно слоняться, он помог громоборцам решить их проблемы. Рексар довольно сильно насолил Огром Кровавого Молота, а затем встретился с героем и принял его помощь, ведь предстояла тяжелая работа – окончить правление Гронов. Сыновья Грулла правили всеми Ограми Острогорья, из-за чего страдали мирные орчьи поселения. Рексар познакомился с бароном Черногривом, превосходным алхимиком, который пылал ярой ненавистью к Гронам. И это неспроста, поскольку он был сыном самого Смертокрыла – Сабелианом, хотя Рексар этого не знал. В прошлом Гроны истребили почти всех Черных Драконов за пределье. Сабелиан хотел отомстить, отплатив им тем же. Освободив поселение громоборцев от гнета Огров, Рексару удается поговорить с духом их погибшего вождя по имени Гарм. Это, кстати, старший брат Дуротана. Вождь раскрывает местоположение деревни Мокнатал, и оказавшись там, мы встречаем самого Леорокса, первого полуогра и отца Рексара, а также много представителей его народа. Повелитель зверей искренне хочет помочь своим близким и вместе с нами отправляется истреблять оставшихся сыновей Грулла, воспользовавшись ядом барона Черногрива. На последнюю битву Рексар вышел лично, вонзив топор в голову Гока, старшего сына Верховного Грона. Как-то во время разговора с нами Леорокса обмолвился, что Мокнатал, бросивший свой народ, заслуживает презрения и больше не достоин носить имя их клана. Рексар был именно таким. Когда его народ переживал тяжелые времена, тот попросту покинул его, отдалившись от проблем, отправившись вести вольную жизнь. Но теперь он вернулся и загладил свою вину, навсегда освободив Острогорье от гнета Гронов. Однако со своим отцом Рексар так и не решился встретиться лично. Быть может, Леорокс простил бы его. Теперь это не имело значения. В надежде вернуть себе старый дом, Рексар лишь окончательно потерял его. Отныне его место на Азероте, а Дренор навсегда останется в его памяти. И только там. Позже мы встретим Рексара в альтернативном Дреноре, но не нашего, а из прошлого. Теперь он действительно похож на Повелителя Зверей, поскольку весь окруженными, причем самыми разными. В этом дополнении он снова не имел какой-то значимой роли, но все же сделал кое-что интересное. Он помог нам спасти маленького мальчика из плена Огров Кровавого Молота. Этим мальчиком был Арчонок Назгрел. Забавно, ведь в компании основания Дуротара весьма взрослый командир всадников Назгрел отправит Рексара на задание. Этот квест дает нам понять, насколько стар Рексар на самом деле по нашим меркам. Вернулся Повелитель Зверей в Легионе, когда охотники встретили его на вершине Крутогорья. Организация охотников «Незримый путь» всегда считала его одним из величайших героев всех времен, и они очень хотели, чтобы он вступил в их ряды. Но Рексару такая мысль показалась скучной. Он считал, что они много знают, но мало делают. Именно поэтому он устроил испытание герою. Пережить ночь в диких условиях, и только когда тот справится с порученным заданием, Рексар согласится занять место в организации, став личным телохранителем героя. И это снова весь сюжет. Битва за Азерот — дополнение, которое, наконец, дало Рексару нормальную роль. Правда, далеко не главную, а второстепенную на несколько квестов. Как и обещал, спустя 20 лет Рексар приходит на зов Орды, и все повторяется снова. Люди Култироса начинают большую войну, как и во времена основания Дуротара. Особо много рассказывать об этом не хочется, поскольку все эти события происходили не так давно. Самое главное то, что Рексар просто покорно исполнял все приказы, но на самом деле понимал, что это совсем не та орда, которой он когда-то верил в свою жизнь. Она сильно изменилась, занимаясь плохими вещами. Так или иначе, он просто выполнял все необходимое ради победы в этой войне. И даже когда его и герои просто бросили после операции по спасению Эшвейн, Рексар отнесся к этому спокойно, но сделал свои выводы. Во время восстания Саурфанга он, конечно же, занял сторону Варока. На этом вся история Повелителя Зверей заканчивается. Мы не знаем, появится ли он в будущих дополнениях или книгах, но лично мне очень обидно, что одного из самых интересных, значимых и харизматичных героев всей серии Варкрафт попросту превратили в манекен, что иногда появляется только для того, чтобы напомнить о себе на некоторое время. И даже когда сюжет требует его возвращения, он занимает место покорного слуги, без своих мыслей и рассуждений, как это было в стратегии. И вот непонятно, либо о нем забыли, либо забили, хотя он явно достоин большего. А что скажете вы? Как вы относитесь к Рексару? Считаете ли вы, что он определенно должен получить больше времени, или же вы согласны со всем, что есть в игре? Обо всем обязательно пишите в комментариях, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых роликов. Большое спасибо за просмотр, до встречи!